Унушальные штрафы и даже криминальная отказность. Гомельская транспортная прокуратура проводит проверку по некоторых случаях блокировки чугуночных шляхов. Например, у Чора Калявески-Ларышева людям пришлось очекать проезду про спирагон свыше по уходы. Светлофоры горели червоным, тягники не ишли. Оказалось, что это была справа рук хулиганов, которые заблокировали рух. Сейчас их шукают. Марина Северянова с подробностями. Была заблокирована железная дорога в районе Ларящева. Как известно, с города в Гомель в Добрыш едет очень много людей на работу. И из Добрыша в Гомель очень много едет людей на работу. А также очень часто курсирует дизель с Добрыша в Гомель и обратно. Так вот, из-за этой блокировки остановилось движение на полчаса полностью. И потом уже через полчаса, когда сориентировались, что это ложная занятость пути, выехали железнодорожные работники и начали уже пропускать автомобильный транспорт. И только к обеду, то есть уже через полдня, эта ложная занятость была устранена. При этом были причинены, причинен ущерб гражданам, предприятиям. Опять же, могли не приехать медицинские работники, скорая помощь, сотрудники МЧС, сотрудники милиции. Это причиняет огромный вред. И, соответственно, в связи с этим, вчера возбуждено уголовное дело, предусмотрено статьей 309-й уголовного кодекса КПБР, то есть, где присмотрена ответственность до трех лет лишения свободы. Три годы по избавлению воли для хулигана – это еще, каже помощник прокурора, минимум. Когда выяснится, что деяние злочинцы мило и иншие наступствы, то закраты можно трапить и на 15 годов. Наступствы – это, например, когда у машины худкой допомоги, которая не могла проехать про спироезд, находился хворый, и замороживание руху повпливало на его саморешувание, а либо наступил летальный заход. Скорая помощь может проехать автомобильный прикресток на красный свет при использовании пропускового маячка. Никогда скорая помощь не проедет железнодорожный переезд на красный свет, потому что это чревато смертельным исходом. Любая травма на железной дороге заканчивается, как правило, смертью. Вот, например, в этом году из 8 случаев 7 закончили смертью, гибелью людей. В последний час отбылись еще три выпадки блокировки руху чугуночного транспорта. По этих справах проводится проверка. Хулиганов могут притягнуть до отказности на протягу двух месяцев. Пошуком занимаются супрационники органов внутренних справ. На различных перегонах были найдены такие же проволоки, куски арматуры, проволоки. И те, которые были квалифицированы как внешние. То есть может пройти состав, могут просто щебенка отсыпаться на остряк. Эти случаи в эти четыре не входят. Это не случайность? Да, это не случайность. Это специально намутанные проволоки, это специально положенные металлические предметы, чтобы сбить автоматику, чтобы сбить железнодорожное движение, чтобы нанести определенный вред. Практично все чугуночные инциденты, об яких рассказал Владимир Токаревский, это блокировка шляху за намотывание дроту на болты. Блокируется автоматика железнодорожного переезда, блокируются все светофоры, происходит сигнализация и у диспетчера все вещи в том, что железнодорожное полотно занято. Вот если эта проволочка, она совсем небольшая, это же нужно пройти путейцем, да, и найти это, это же такой труд? Да, конечно, это выходит бригада на такое расстояние, вызывает срочная бригада. В это время организовывается пропуск, железнодорожный переезд, блокируются светофоры, останавливается как гражданское движение, так и транспортное движение. И действительно, надо его еще и найти. Сурезные штрафы и криминальные термины ждут и тех, кто блокирует рух громадского электротранспорта. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, Телерадио компания «Гомель», Гомельский район.